Веном прочно закрепился в комиксах про Пауга уже очень давно, однако сам Паук так и не засветился в большом сольном дебюте персонажа. Почему? Это же вроде как бы тоже Марвел. Ну, ответ на этот вопрос простой, но со множеством подводных камней. И мы постараемся вам рассказать об этих камнях как можно более простым языком. Юридические тонкости Фильмы Марвел не всегда были теми самыми фильмами Марвел, которые вы знаете сейчас. Начались они с Железного человека в 2008-ом. А с 90-х годов Марвел отчаянно пытались доказать Голливуду, что их комиксные персонажи в принципе достойны существования на экранах. В связи с тем, что их персонажи так и не закрепились в киноиндустрии, компания решила распродать права на экранизацию, чтобы хоть какие-то деньги с этого поиметь. Таким образом, у Фокса оказались Люди Икс и Фантастическая четвёрка, Universal приобрели себе права на Халка, а Человек-паук со всеми своими друзьями и противниками отошли Сони. Но обстоятельства сложились так, что намного менее популярный Железный человек своим присутствием на большом экране изменил киноиндустрию раз и навсегда. С тех пор студию Марвел перекупил Дисней, который впоследствии договорился с Фоксом, и теперь целая куча персонажей Марвел снова вернётся под одну крышу. Кроме второстепенных персонажей Человека-паука, которые до сих пор торчат у Сони. И в этом вся проблема. – Ничего этого не имеет смысла. Не Новый Человек-паук В тот же самый год, когда студия Марвел вывела свою кинематографическую вселенную на новый уровень фильмом Мстители, Сони перезапустили франшизу Человека-паука. Планы студии не ограничивались историями про Питера Паркера. Они стремились создать конкурента киновселенной Марвел, поэтому начали прокладывать себе путь для собственной вселенной Человека-паука. Во время производства фильма Новый Человек-паук. Высокое напряжение сообщалось, что студия разрабатывает фильм, основанный на команде суперзлодеев Зловещая Шестёрка. Также ходили слухи о потенциальном спин-оффе Венома и о приквеле к обоим фильмам про молодую тётю Мэй. Довольно заманчивое предложение, что тогда, что сейчас. – Смотри, 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 что ты делаешь, что ты делаешь? Нет, я делаю лаунжрию. – Я делаю лаунжрию. – Нет, я делаю лаунжрию. Но ни один из этих планов не сработал, потому что высокое напряжение категорически провалилось, что заставило студию переосмыслить ценность персонажей, права на которых остались у них. И они пошли по пути классической стратегии выживания – если не можешь биться против – присоединись. Возвращение домой К 2014 году Sony и Marvel вели официальные переговоры о сотрудничестве ради второго перезапуска Человека-паука, что в итоге привело к фильму Человек-Паук – Возвращение домой. Команды договорились разделить прибыль на взаимовыгодных условиях. Это соглашение позволило Marvel использовать Человека-паука и добавить его в киновселенную Marvel, а Sony просто получала с этого приятные откатные. Эта сделка, как сообщается, включает в себя 5 фильмов, и пятым станет как раз таки Человек-Паук – Вдали от дома 2019 года. Что произойдет после этого, никто не знает. Либо Sony вернёт себе единоличный контроль над персонажем, либо студия продолжит делиться им. Тем временем подробности делёжки персонажей между двумя студиями остаются вопросом весьма спорным и непонятным простым смертным. Туманное будущее В 2017 году Sony анонсировали сольный фильм про Венома – одного из самых известных персонажей комиксной вселенной Marvel, на которого у них тоже есть права. Этот анонс мгновенно спровоцировал разговоры о том, будет ли Веном частью киновселенной Marvel и какое место он в ней будет занимать. Люди не знали, будет ли он в той же вселенной, что и Железный Человек, Чёрная Пантера и Стража Галактики, или же будет жить в своём собственном мирке. Даже создатели фильма не могли конкретно ответить на этот вопрос в интервью. Но время прояснило всё – киновселенная Marvel не имеет ни одной точки соприкосновения с фильмами, которые сейчас производят Sony. По сути, Marvel довольствуется лишь тем, что им позволено использовать Человека-паука, но у руля всё равно остаётся Sony. Слухами Земля полнится Sony начали производство Венома с Томом Харди в главной роли и черпали вдохновение из комиксов, которые рассказывают про него в Сан-Франциско. Его костюм тоже переработали, чтобы исключить все намёки на паучью ДНК. Более того, режиссёр фильма категорически заявил, что Человека-паука не будет в фильме, и это положило конец всем дебатам. Однако слухов меньше вокруг этой темы не стало. Одним из самых распространяющихся слухов стал тот, который говорил, что Том Холланд может появиться в фильме, однако Человеком-пауком он ещё не будет. Он будет просто Питером Паркером. Его постепенно подхватил Джон Шнепп из Коллайдер, который увидел в нём определённую логику. В конце концов, появление Питера Паркера технически не опровергает заявление о том, что не будет Человека-паука. – Технически правильный. Самый лучший тип правильный. ВСПМ против КВМ Само собой, как многие уже поняли, ни Человека-паука, ни Питера Паркера, ни Тома Холланда в фильме про Венома так и не появилось. И действительно, Веном стартовал где-то в другом месте. И фильм стал первым пунктом в плане Sony – развить собственную киновселенную. Как сообщает Variety, эта серия сейчас официально называется «Вселенная Сони о персонажах Марвел». Не самое лучшее название, однако пока что лучше не придумали. И это всё, что у нас есть. Вопрос только в том, кто будет следующим. Sony заявили, что у них сейчас в разработке сразу несколько фильмов по персонажам комиксов Марвел, на которых у них есть права. Variety подсчитали – таких почти 900 штук. На данный момент в производстве фильмы про Морбиуса, Живого вампира, которого сыграет Джаред Лето, а также фильмы, основанные на таких персонажах, как Jackpot, Черная кошка, Крэйвин Охотник, Nightwatch, Шёлк и Серебряный Соболь – и это лишь те, о которых мы слышали. Сколько из этих фильмов действительно выйдут в прокат – пока неизвестно. Не факт, что все. Но хороший выхлоп от Венома практически развязал студии Sony руки на будущие проекты – неважно будет в них Человек-паук или нет.